Приветствую вас. Ну, во-первых, давайте сразу с вами определимся, что ничего такого болезненного, ничего такого ужасного в фантазиях молодого человека нет. За исключением, наверное, только того, что вас эта история как-то вот, может быть, задевает вам эта история, как-то может быть неприятно. За исключением этого света, ну, вполне нормально. То есть, совершенно нормально. И, в общем-то, очень многие мужчины, они, ну, вот, действительно хотят того, чтобы, ну, их женщины, наверное, как-то вот, немножечко под, ну, немножко под другим углом, да. Другим соусом подемонстрировали свою сексуальность. Вот. То есть, тут ничего необычного, ничего необычного нет. Ну, многие мужчины любят, любят и хотят, как бы, секс втроём, то есть, с одной мужчиной. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну а, что касается борьбы, то вот здесь я с своей коллегой соглашусь, у мужчины просто есть, у мужчины просто есть некоторые проблемы с таким отреагированием. Мужчины управляют в себе определенную такую агрессивную историю, что, конечно, не является чем-то для него хорошим и позитивным, но это уже его, собственно, проблема, это уже его, собственно, трудность, которую именно ему нужно разрешить со специалистом, не вам. Другой вопрос, если вас это вызывает, вот совсем другой вопрос, если вас это вызывает, вот если вам это вызывает, то тут уже нужно смотреть на то, почему вас это вызывает, на то, как это вас вызывает, вот и дальше уже решать, ну, решать проблему, вот, потому что если вас это вызывает, то это определенные, ваши определенные страхи, ваши определенные сомнения, ваши определенные переживания, вот, и тут дело не в мужчине, как таковом, что дело не в мужчине, то дело ладо, потом как вы реагируете, вот. Опять же, это фантазия, просто, просто фантазия, и, как бы, фантазии у всех могут быть, как бы, разные, вот, и в жизни, что это фантазию, мужчина не реализовывает, вот, по крайней мере, он этого не делает, и бояться вам, соответственно, нечего, но вас это напрягает, вы боитесь, что у него отклонение какое-то, вот, а отклонение, отклонение, вы видите из-за того, что вам это, ну, неприятно, вероятно, то есть, вот, именно, именно неприятно, что у мужчины есть такие фантазии, вот, и вот, конечно, вопрос в большей степени к вам, вот, почему вам, например, а чем вас это вызывает, и как? вас это вызывает, конкретно, ну, если вот вы чего-то боитесь, да, если вы чего-то спасаетесь, вот, и прочее, 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 то есть, это вот, такая история, это больше, именно, про вас, вот, то, насколько конгруентного человека, конгруентного индивида, вы выбрали себе в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве партнера, того, потому что, ну, совершенно очевидно, что мужчина, он не очень предваряется своим эмоциям, да, своим чувством выражаться, вот, к сожалению. Так что, такая вот история. Такой вам можно дать ответ. Ничего, абсолютно ничего. Ну, аномального абсолютно ничего нет в этой его фантазии. Она на самом деле менее, она менее сексуализирована, чем обычная фантазия. Обычная фантазия была бы, ну, просто вот секс с двумя, ну, двумя девочками, например, да, и всё. А тут мы имеем дело всё-таки с более активной формой фантазии. Вот. Поэтому я думаю, что всё более чем в пределах нормы. Но мужчине не хватает такой вот напористости мужчине не хватает. Такой активности больше, наверное, мужчине не хватает. Жёсткость. Вот. И он это переносит как раз на, ну, на свою фантазию по сути. Вот. Так что, такой момент, такой момент, я бы сказал, здесь, вот. И если, если вас надевают, то, скобственно, вот, именно с вами, именно с вами, поработать, в принципе, можно, чтобы вы себя чувствовали, чтобы вы себя ощущали. Ну, более комфортно, чтобы вы, как-то, вот, менее болезненно реагировали на это. Вот. Если у вас есть такое желание, конечно, у вас. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку, за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Безз мужа.